Один из постоянных вирусов, с которыми борется наша страна, причем не сезонно, а круглый год подряд, — это тотальная и поголовная коррупция во всех органах власти. Сложно сказать, в каком направлении коррупции нет вообще, либо она наблюдается в меньшинстве. Но абсолютно точно скажет каждый прохожий, что силовые структуры вряд ли попадут в список незапятнанных и непорочных. «А, вы про коррупцию? На мой взгляд, ничего не поменялось. Все как было, так и осталось». Простыми словами, ни с приходом новой власти, ни с изменениями на местах коррупция не исчезла. Как была, так и остается. А больше всего потрясло при опросе людей небывалая откровенность. Сходу чувствуется, устал народ, устал молчать, устал от бездействия все той же власти. Одесситы точно знают, что такое коррупция, и точный термин определения. А вот сам рецепт борьбы с ней, к сожалению, знают не все. Коррупция? Дайте определение пятой статьи закона о коррупции. Использование служебного положения, в целях обогащения и прочее. Все пройдет. Вы знаете, дело в том, что я очень долгое время работал в такой системе, в коррупционной системе. Еще, если я не ошибаюсь, при Кучме в 1994 году был принят закон, который потом его меняли так, как хотели. Закон о коррупции. Коррупция – это использование служебного положения в корыстных целях, в виде материальной помощи, подарков, ну и так далее. Ой, не, коррупция, по-моему, развивается даже очень, даже очень сильно от генералов. А генерал требуют с полковника, полковник, с капитана, с лейтенанта. Вот вам и коррупция. У нас же коррупция на первом месте. Где? О чем вы говорите? Я так считаю. Я не знаю, муж у меня был военный, конечно, мы и за границей жили. Все, но то, что сейчас у нас творится, я считаю, что это беспредел. Порядка нет. Нет порядка, понимаете? Очень важно, чтобы борьба с коррупцией начиналась именно с тех органов сектора безопасности страны, которые в первую очередь обязаны противодействовать этому. Это то, с чего необходимо начинать. Сюда же входит и сватовство, и кумовство. То, чем наша страна грешит, в отличие от европейских. А ведь рыба гниет с головы. Помните, как гласит народная мудрость? Да полицейские, они простые люди. Они полицейские простые. А генералы мы откуда знаем? Мы видим, как остальные люди. Мы только за справками ходим. Как остальные люди живут, мы видим. И все. Я не хочу прям вот конкретно про нас сказать, но никогда не будет в стране хорошо и здорово, пока президент ворует. Наша украинская армия показатель. Как начали разворовывать ее еще при Ющенко. Вот до этого вот сейчас и докатилось. За сколько там? За 10 лет. Судя по тому, что по телевизору я с коррупцией не сталкиваюсь. То, что слежу за телевизором, конечно, в Одессе зашкаливает, зашкаливает уровень коррупции, судя по тем, что передает по телевизору. Ну, за генералами военных ничего не могу сказать. Но за... Ну, судя по тому, что вот сколько вы уже слышите у нас, что все это высшие эшелоны власти нашей, вот администрация, где не услышишь, все там такие. А военные генералы, я не знаю, за них ничего не могу сказать. Не сталкивалась, не слышала. Ничего плохого. Ну, коррупция, это же не щекнул пальцем, она исчезла. Какие-то коррупционеры остались, конечно, и всех не выведешь сразу. Это надо раз, два, три, и тогда, наверное, действительно она исчезнет. Надо приводить ротацию. Может, конечно, за те... Отбор тоже полицию. Может, кто-то и как бы скрывается под именем не-коррупционера, но там тоже может быть. Но я считаю, основная коррупция скрывается не в нашей полиции, а в других органах власти, которые находятся значительно выше. И с ними надо бороться не уровнем полиции, а более теми органами, которые организовываются, но пока еще не совсем, мне кажется, работают. Типа антикоррупционное бюро, эти комитеты все, которые, как я считал, что там антикоррупционный комитет, сегодня 12 следователей. На всю Украину они что-то могут сделать? Мне кажется, нет. Во всяком случае, на данном этапе. Но мы надеемся, что они что-то сделают. Про чистку в системе силовых структур говорят много, но, по сути, всегда бесполезно и неоправданно. Единственная реформа, которая случилась в рядах МВД, это появление полиции в нашей стране. Позаимствованная американская модель. И не более. У меня, как простого жителя, в быту, скажем так, в повседневной жизни я не встречаюсь. То есть, это реально снизилось. То есть, нет милиции, которая, скажем так, в прошлом обворовывала людей. Ну и опять-таки, я повторюсь, ГАИ с улиц убрали. То есть, это есть. И все же безопасность себя одесситы по-прежнему не чувствуют. Радует население лишь одном. Исчезли внезапные ночные взрывы. И календарь все дальше отдаляет людей от трагедии 2 мая 2014 года. Где опять-таки, по мнению одесситов, без коррупции не обошлось. Почему Фучиджи удрал Приднестровье? Почему? Если я не виноват, ну, в данном случае, я имею в виду, он, докажи, что ты не виноват. Даже, вы говорите, что 2 мая. Там же ясно было показано, когда на камеру, что ряд милиции стоит, за ними непонятно что. И, как сейчас называют, майдановцами, да, одесские майдановцы. Я бы так не сказал бы. Я бы больше их назвал бы, наверное, патриотами. Хотя я там не был, но так мне кажется, что так нет. Я не думаю, что это коррупция при чем-то. Если это все готовилось заранее, если Порубий еще в апреле завозил сюда боевиков, что вы ждали? Тут уже, наверное, все-таки не коррупция. Я всем желаю людям, от себя лично, что никогда не иметь дело с нашими правоохранительными органами, чтобы у них сложилась судьба хорошо. Мне, к сожалению, это не дано. У меня так трагедия в семье случилась, поэтому пускай вас Бог милает от этого.